Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Сэм Маэль. Это 89 серия технических выхождений. Следующая будет юбилейной. И мы продолжаем заниматься такой сложной, важной, но очень нужной вещью, как строительство термального генератора из мода GregTech. Корпуса кейсы готовы, 63 штуки, 3 было, 60 заказал. Далее надо научить систему вот такому рецепту, что вот из этого что-то получается. Давай, сейчас мы научим. Конечно, займет некоторое время, может я даже поставлю на паузу. Так, у нас в стальных пластин производится. Ясно дело. То есть у нас стил, стил, машин, хул. Я их столько потратил, что даже не хватило тех двух стаков, которые уже были. Ну ничего, скоро и машинные части будут от этого производиться. В общем, все, система работает. Система работает нормально. Здесь машинные части остались, здесь остались тоже машинные части. А, кстати, надо любую систему запихнуть, раз уж я это увидел. То есть, зачем внешне ее производить? Потому что машинных частей хватает. Здесь 255, здесь 128. Не скоро кончится. Итак, в этой машине мы... А почему бы нам не заказать еще одну ассемблит машину? А где она у нас ассемблит машину? Давайте одну. Специально для этого. И тогда левел эмиттер. И шины я лучше сразу возьму, сколько есть. Ассемблит машин. Почему не готова моя ассемблит машина? Что им там не нравится? Я это не в джетпаке. Не утруждайте меня это делать. Машина не делается, и нам поможет RFL Iron Plate. Да, их вправду нету. Теперь я знаю, для какой цели у меня будет использоваться следующий. Последний платблит машина, наверное, на момент не задействована. На тестах пластин штука. И сделаю мою ассемблит машину. Вот. Видите? А пока надо покушать. Какое-то у меня скопление скелетов. Сделаю лазер, разнесу и острою к чертям собачьим. У меня уже лес переплавляется. Ладно, смотрите. Тогда мне понадобится еще и левел эмиттер. Делаются они удивление быстро. Так, так, так. И вот так. Ставим ассемблит машин. Не предназначена была у меня система для этой машины. На печи индукцион, даже конвейеры не устанавливаются. Ну ладно, это будет машина на всякий случай. И здесь у нас Precision Export Bass на AmiWin. Так. Только ты не подавай AmiWin пока. Потому что ты только с сигналом работаешь. И провинтая микросхему. Уже успела напихать AmiWin. Ну ладно. Сейчас все равно пригодится. Так. Если ты не будешь пихать AmiWin. И... Эм... Дата. Да-та. Эм... Как это понимать? Эм... Чип. Чип. Сто. Сторочь. Для чего они используются? Или я их тупо не поставила на переработку? Понятно. Дата. И... Эм... Ну где эти дата штуки? Понимаем, недолго проявится? Ага, вот они. Ну, оливиновая пыль. И продвинутая микросхема. Продвинутая микросхема, оливиновая пыль. Оливиновая пыль и продвинутая микросхема. У штуки энергии нет. Оливиновая пыль и продвинутая микросхема. Вот к какому выводу я пришел после. Так, если сейчас сюда провести такую энергию, все подорвется. Нам потребуется трансформатор. Апгрейдов у меня не осталось. Нам потребуется просто трансформатор. Вот и все. И она работает. Работает медленно, печально, но верно. Потому что, если посмотреть по рецепту, эти дата фигушки... Почему я настраиваю систему прикрафта их? Потому что эти дата фигушки делаются 160 секунд. А еще дата фигушки, которые мне нужны, на самом деле, делаются еще больше. Дальше... Дальше... Палка и шестерня. Система под названием ЛАС. ЛАТХИ, которая... Вот это вот. Здесь должна быть, конечно, неприсижен эксприт пасс. Я потому что все равнял под одну гребенку тогда. И везде поставил эти трубочки. Шины. Трубочки. Здесь, конечно, надо... То есть мы пыль получаем. И прочее, прочее, прочее. С титаном просто все. Да и со сталью, конечно, тоже не очень сложно. Потому что с титаном горстки пыли сразу автоматически, уже рецепт такой есть, перерабатываются в обычную титановую пыль. Идут на переработку. Если мы посмотрим в титанию, то... Ну, на данный момент переработка не идет. Но будет. Будет, если надо. А, извините. И стил. Стил. Тил рот и стил плейт. Стоп. Стил нам нужно, на самом деле... Рефайнд айрон. И... Миниум стон. Давайте новенький. Я старый потерял свой. Так, и из-за этого мы... А, мы пока не знаем, что получаем. А здесь мы... Вот по такому рецепту... Получаем... Ну, стака 2 стали, стоит сделать. А, кстати... Вот этот тут мой. Так. Стака 2 стали сделаны. То есть, он точно меньше. Справа на терминалит. Значит... Плэйт байдет к машинам сейчас... Пожалуйста, пока не перерабатывай сталь. Хватит нам пока пластин. И значит... Так, я крафт не настроил. Я тупо не настроил крафт. Я сюда пришел пустой. То есть, нам стальные шестероники... Помните, понадобится в количестве. Значит... Крафт настраивается у нас здесь. Так, 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 сталь. Одна... Одна стальная... Тьфу, один стальной слиток, одна стальная пластина. Н-код. Один титановый слиток, соответственно, одна титановая пластина. Н-код. И сразу вот по такому рецепту стальная шестеренка. А... Стил... Так, стил... Ну, ключик. Давайте этот. Они вообще-то следят за изменениями ключей. Не понял прикола. А, ну да, из пластины же. Смешно я. Или как? Или вот так? Ну, наверное, не по двадцать пять на каждую. А вот так уж по одной. Бедненько, простенько, зато удобно. А теперь то же самое из титана. Из таких же титановых пластин, правда? Так. А, титановых палок у меня нету пока что. Поэтому обойдёмся без палок. Тогда всё и всё. Вот это. Это крафт. Крафт. А вот это вот мы идём, запихиваем машину. Под названием Латхи. Которых я никак не могу нормально произвести. Так что она у меня будет Латхи. Всё. Остальная... Титановая палка. А титановая палка. Это круче, чем стальная палка. Стил рот. Титаниум урод. Титаниум урод. Есть, конечно, в этом доля правды. Только по отношению к товарищу Грэгу. Вот и всё. Это мы сюда запихиваем, отсюда. Тоже нам пока не понадобится ледяная пыль, тем более. И вот это мы вкладываем сюда. Скоро заполним эту страничку. Кстати, все рецепты, которые у второй странички, они были сделаны уже в этом мире. Поскольку... Почему? Вот вторая страница. Ладно, давай. Что я хотел сделать? Да, конечно. Палка. Раз, палка, два. И если мы закажем, пожалуйста, нам шесть титановых шестерёнок, вперёд, то заработает вот эта вот адская конструкция. Титан будет поступать, всё нормально. Всё с этим дело в порядке. Вот как красиво всё-то выглядит. Так. С этим мы завершили. То есть шестерёнки у нас в нужный момент будут. А, дальше. Дата. Дата штука. Да. На, во-первых, рецепт сделать, да, но это уже не так важно. Если в системе меньше 64, просто 64 вот этих вот штук, подавать расставный сигнал и запихивать сюда оливин и продвинутые микросхемы. И в случае нужности подкрафчивать. Потому что микросхема попадает. Ну да, здесь уже крафт идёт. И дальше покушаем. И у нас это уже есть. И получается процессор Circuit Board как у нас делается. То есть элитная. Ну, плата процессора получается. Продвинутая микросхема и платиновая плита. Они у меня есть в каком-то количестве. Давайте к одну. Хотя, наверное, ты не сделаешь. Точнее, ты сделаешь, но сразу это уйдёт. Ладно. Тогда просто. Хватину. Хватину. Хорошо, что он есть. 7-7 штук. Ну, хватит. Тем более, не забывайте, что у меня в обычном мире есть портал Край. В принципе, там можно поставить... Отдай. Отдай. Одну. Тут будет 4 стака всё время у меня вот этих вот штучек. Зелёненьких. Вот это плюс это равно вот это. Всё. Вот это плюс вот это равно, пока ещё не знаем, что. Так, это мы для ассемблин-машин готовим. Так. Нормально, ассемблин-машин. Как бы сделалось, конечно. Да-да-да. И... Ну... Надо бы заказать ещё одну. Ладно. Так. Продвинутых микросхем. Ну, сколько штук? Давайте 15. И... Платину. Вот так. Ау. Всё, их уже нету, да? Давайте ещё раз. 15. Всё. И вот здесь, здесь производятся корпуса. Они нам пока не нужны. Здесь вот это пусть делается. Медленно, но... Потихоньку. Медленно, потихоньку, но делается. Дальше, что у нас? Здесь, как видите, всё нормально. Здесь тоже всё нормально. По поводу шестерёнок. Шесть штук. Далее. Остальные шестерни. Нам потребуется два мэнтэйс хач. То есть, два обслуживающих шлюза. Это у нас восемь шестерёнок. Мэнтэйс хач, да. Четыре шлюза входа. Это тоже восемь шестерёнок. Четыре шлюза выхода. Это тоже восемь шестерёнок. Поэтому нам нужно двадцать... Двадцать четыре шестерёнок. Всё. Шесть сразу готово. Моментально. Остальные, ну, зависит от того, как будет вот эта машинка работать. Здесь, как видите, всё красиво. Сделалось всего две партии, получается. Но если это всё будет делаться долго, часами пока я страдаю всякой фигней, вдали от компьютера всё будет в порядке. Кстати, если мы посмотрим, сколько у нас электрома, то у нас четыре тысячи семьсот девяносто восемь электрома. И вполне возможно, что потом я буду делать и микросхему с помощью этого самого электрома. Потому что уж больно выгодно. Его много, и делать тут полито не буду. Стекловолокно-то тут производить. Нельзя же здесь дом построить. Так, может быть, мы что-то ещё успеем в этой серии? А, корпуса с собой? Надо подумать, что мне ещё надо для этих термальных... А, конечно, совсем забыл. Скотч. Пожалуйста, стак. Раз. Ну, мне одного хватит. Сколько у вас резины? А с резиной беда. А с резиной беда. Так, экстракторы ещё работают. В экстракторе осталось всего пять, а уже вся резина подъедет. Конечно, плохо. Понимаю, это то, что в ближайших сериях надо заняться моба-фермой. Ну, буквально в следующий. Нет, следующий юбилейный. В следующий будет посвящена вот этой вот штуке. Ну, что она стоит? С резиной-то совсем никак, да? Ну, давайте тогда мы... Когда-то вот нам не нужно шесть штук. Давайте переплавим. Конечно. Потому что пачку скотча хочется сделать, конечно. А давай ещё две. Раз. И ещё одну. И ещё одну. И ещё одну. И ещё одну. Всё. Я это смог сделать. И... С этих есть и скотч. Что-то там вроде. Вот он. Всё. И на этом я хочу сказать вам до свидания. Это была восемьдесят девятая серия. Ещё одна двадцати минутная. Хотя я хотел переходить примерно на пятнадцать-семнадцать минут формат. Ну, так уж получается. С вами был Самоель. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Следующий серый будет юбилейный. До свидания.